Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь сказал притчу, которую мы сегодня читали из Евангелия от Матфея. Тогда, подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те, поправили светильники свои. И неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. Готовы вошли с ним на брачный пир, а двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Сколько временем у каждого из нас осталось на это бодрствование? Ровно до смерти. Поэтому у кого 20 лет еще впереди, кому осталось 2 дня. И поэтому вот эти оставшиеся время нужно постараться наполнить свои светильники. Много было разных толкований за 2000 лет. Например, елей уподобляли добрым делам. Что совершенно верно. А преподобный Серафим Саровский предложил такое толкование, что это благодать святаго духа. Что, конечно, тоже верно, потому что без благодати святаго духа человек даже и никакого доброго дела сделать просто не может. А если что-то и сделает, то это обычно недоброе дело. Оно послужит другому. Ну, например, прославлению этого человека, то есть его тщеславию. И не получит искомой благодати Божией. Потому что то, что не во Христе, то зло. Вне Христа вообще добра нет. И вот иногда, но это так даже бывает смешно, некоторые люди пытаются притчу анализировать с такой обычной бытовой точки зрения. И не сходятся. Ну, например, задают такой вопрос. Ну, как же? По-христиански они должны были поделиться? Да. По-христиански да. Но тут не идет речь о том, как уже состоявшийся христианин должен вести себя в преддверии свадьбы. Таких рекомендаций притчи не дает. Притча учит гораздо более важным вещам. Вот. И если внимательно посмотреть, нам действительно откроется много премудрости. потому что в притче, как вот ну, в каком-то таком прям философском трактате под каждым предметом нечто важное подразумевается. Кто эти десять дев? И почему девы? А где юноши, которые тоже на свадьбах обычно присутствуют в не меньшем количестве? Да нет, просто эти девы это души людей. И душа может быть разумна, а может нет. Одна душа исполнена благодатью, а другая весьма скудна. И еще. ни один человек не может у другого человека занять благодать. Это не деньги. Почему? Благодать Божия это всегда Божий дар и подается человеку самим Богом. За что? За смирение. Бог только одним смиренным дает благодать. А что такое светильники? А светильники это сердце человека. Сердце может быть исполнено благодатью Божией, а может быть гадами всякими им же не с числа. И вот от этого и зависит пребывание Царствия Божия в сердце человека. то, что Царствие Божие оно внутри нас есть. И дальше. Кто ж такой жених? Это Господь наш Иисус Христос, который любит человека. но не любит его ноги, руки. Он творец бессмертной души. И за душу человека отдал свою жизнь. Поэтому отношение души человека и Бога это как отношение жениха и невесты. эти отношения описаны в книге «Песнь песни Соломона». Такая возвышенная любовная древняя лирика. Там под девой сокрыта душа человека, а под юношей сам Господь. вот так Господь любит человека. Поэтому речь идет о встрече с Богом, которая состоится после смерти человека. Душа каждого из нас предстанет перед Богом. Одна предстанет исполненной благодати Божией, а другая с погашем светильником. А кто ж такие продающие? Продающие это наши ближние. потому что наше спасение каждого из нас это в нашем ближнем. Каждый человек, который встречается с нам в жизни на одну секунду, а другой наоборот, мы вынуждены с ним 40 лет вместе жить в одном доме. По-разному бывает. Но каждый человек это дверь. Мы можем ее пройти проходя вот эту анфиладу, которая ведет в царстве Божьем. А может застрять на этом месте? От чего это зависит? Это зависит от того, мы этого человека встретим с любовью или наоборот. если будем трудиться над тем, чтобы преодолеть рознь века сего, то дверь открывается и мы проходим. Если нет, то злоба, ненависть, раздражение, обида, она закроет перед нами эту дверь. На земле 7 миллиардов людей, и каждый из них это дверь. Конечно, в своей жизни мы столько дверей не пройдем, у каждого свои возможности и свой крест, который Господь каждому дает нести, но мы черпаем благодать Божия только из взаимоотношений с людьми, потому что от Бога мы получаем знание истины, мы черпаем ее из Евангелия, а встреча с каждым человеком это либо экзамен, либо зачет, по-славянски искушение, по-латыни экзамен, по-русски испытание, каждый человек это испытание для нас. Наши дети испытания, наши родители испытания, наши учителя испытания, пассажиры в транспорте, в котором мы ездим каждый день, это тоже для нас испытание, включая и водителя часто, все испытание, страна, в которой мы живем, ментальность тех людей, которые нас окружают и которые приехали ненадолго, теперь уже на три года будут приезжать, тоже испытание, испытание является и собственное здоровье, потому что когда нам не здоровится, мы раздражительны, а тот человек, с которым мы сталкиваемся в жизни, ему до нашего нездоровья вообще-то дела особенно нет, потому что он тоже себя плохо чувствует, и так обычно люди говорят в ответ на то, что у меня болит голова, отвечает у меня тоже, и другому сразу легче от того, что у него тоже, это тоже испытание, и пища, которую мы едим, испытание, и воздух, которым мы дышим, все, и погода, и осенний темень, все, от начала до конца, но так Бог этому попустил, потому что для каждого из нас, для спасения, это лучшее место на земле, та семья, в которой мы живем, это лучшая ситуация для нашего спасения, ну, а на детей вообще нечего сердиться, это вообще твои дети, твое произведение, гены, которые они почерпнули от тебя, и то антивоспитание, это они все восприняли, ну, во-первых, от тебя, ну, во-вторых, от школы, куда ты их отдал. Это от этого не легче, но надо понимать, что мы должны это преодолеть. Поэтому занять Елея можно только у людей. Но есть такие вещи, ну, например, бросить сквернословить или курить, это можно в течение секунд. Взял пачку и в урну. А дальше терпишь годика-два. Не закуриваешь, вот, глядишь и бросишь. Это мгновенно. А есть вещи, на которые может не хватить времени. ну, представим себе, что ты до 70 лет был бабой Ягой. И вдруг покаялся. Как вот все вот эти навыки бабы Яги в себе изжить? Не хватит 10 лет, наверное. Поэтому жених может прийти, двери закроются, а тебе нищего. Поэтому древние говорили, береги честь с молоду. Платье с новым, а честь с молоду. Вот это очень важно. Не приобретать себе навыки, которые души имеется ввиду, которые потом придется изживать, а может быть и не успеешь изжить. Представим себе, собрались благочестивые люди со всего лица земли в Царстве Божьем. И вдруг там баба Яга. Как в притче о том человеке, который зван был тоже на брачный пир, речь тоже о Царстве Небесном, он говорит, дружи, как ты сюда пришел не в брачной одежде? Пшел вон во тьму кромешную, баба Еге там не место. Поэтому если у тебя есть некоторые навыки, которые не из Царства Небесного, ты просто не можешь туда войти. Но если как-то и проберешься, тебя вышвырнут во тьму кромешно. Как это будет происходить? Ну, конечно, не так, как в ресторане, вышибал. Вот. Просто это притча, которая объясняет сам механизм того, что это совсем не безобидно наше такое отношение к ближнему. Поэтому Господь и давал заповеди, которые, ну, так, людей воспитывали. Чти отца и мать, да благо тебе будет, долголетен будешь на земле. Потому что древние дикие люди, ну, для них разговоры о высоких духовных предметах как-то были недоступны, они были скотоводы в основном. Поэтому вот подольше поживешь и хорошо поживешь. Ну, а что еще человеку надо? Подольше и получше. Но естественно для человека еще близко к животному миру иметь любовь к отцу и матери. То, что он с младенчества в этом воспитывается, отец и мать родные и он их любит исходя из инстинкта. Как цыпленок любит свою курицу мать. Это, так сказать, очень истинно. Это нетрудно. Поэтому для детей такая простая задача. А для взрослых посложнее. Мама уже старая, противная, все забывает, все роняет, за ней все нужно вытирать, за ней нужно стирать. Она еще всем недовольна. Эта задача потруднее. Это уже для взрослого человека. Как вот не раздражаться? А она говорит, как маленький ребенок. Да нет, хуже гораздо. И запахи совсем другие. но заповедь есть заповедь. Мы так и возрастаем. От простого к сложному. Легко маленькому ребеночку любить свою маму. И то он капризничает и прочее прочее. И тяжелее гораздо любить старого человека. И вспоминать, что ты просто отдаешь долг. Вы просто сейчас поменялись местами. Вот так она за тобой ходила. Вот ты ей спать не давал, а теперь она тебе не дает. Квиты и больше ничего тут сложного нет. И раз Господь тебя попускает, значит ты можешь. Иногда человек думает, а что же Господь ее никак не приберет? Приберет обязательно. Она живет для тебя. Чтоб ты научился смирению а со смирением к тебе придет благодать. А если она умрет раньше, то тебе негде собрать необходимую для небесного царствия благодати Божьей. Да, от нее никакой пользы никому, только тебе. Причем польза духовная. А духовная польза, она не связана с успокоим, что можно отдыхать, что никуда не надо идти, ни о ком не надо заботиться. Наоборот. Наоборот. Она нам дана для того, чтобы наше черство сердце умягчить. Не надо раздражаться, а нужно упражняться в умягчении своего злого сердца. вот об этом это прийти. Когда же вошли, пошли они покупать, пришел жених, готовы вошли с ним на брачный пир, двери затворились, двери затворились. Невозможно без елея в сердце благодати Божией войти в царство небесное. Приходят прочие и говорят Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ истинно говорю вам не знаю вас. Интересно, как это всеведущий Бог их не знает? Да очень просто. Есть люди, которых вроде все знают. Ну скажи наугад Герман Греф. ну и что? А что мы о нем знаем? А о чем он думает? А что у него в сердце? А какие отношения у него с детьми, с женой? А жива ли у мама? Да ничего мы о нем не знаем. Почему? мы и его не знаем. Потому что чтобы познать человека, нужно войти в его сердце. А как же Бог входит в сердце человека, чтобы его узнать? Почему он сказал я не знаю вас? Благодатью своей. А если там нету благодати Божьей, значит нет и общения с Богом. Вот что значит эти слова. Мы сами не даем Богу войти в нас. Мы сами закрываем двери вот эти Царства Небесного для благодати Божьей. Хотя в притче там немножко зеркально сказано, что перед нами закрывается Царство Небесного двери. На самом деле они эти двери здесь и мы сами для Царства Небесного, которое с благодатью Божьей приходит и закрываем эти двери. Вот что это значит. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Сын Человеческий приходит своей благодатью. Приходит тогда, когда Он считает нужным. А мы должны быть всегда к этому готовы, потому что жизнь наша очень и очень коротка. И не надо ее растрачивать на пустое. Благословение Господне на вас так благодатью человека любим. Всегда не пресно и во веки веков. Благословение . Благословение 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 Благословение